Гонки с препятствиями молодой вид спорта. В России он появился всего несколько лет назад, но уже успел завоевать интерес публики всех возрастов. Гонки или ОСР представляют собой полосу препятствий. Участники преодолевают разного рода барьеры, выполняют упражнения на баланс и координацию, поднимают тяжести. Много базовых движений именно из гимнастики требуется хорошее развитие кистевого хвата, развитие ловкости. Бывают очень длинные перелеты от снаряда к снаряду, то есть уже надо иметь определенные навыки. В том числе очень хорошо выступают люди, у которых базовый вид спорта было скалолазание, у которых опять-таки развита координация и очень мощный кистевой хват. Впрочем, иметь какую-то особенную подготовку вовсе не обязательно. Гонки с препятствиями гибкий вид спорта и подвластен он буквально каждому. Дистанцию и условия прохождения организаторы подготавливают с учетом возрастных особенностей участника. Чтобы попробовать себя в таком необычном забеге, на спортивную площадку в Химках пришли и дети, и взрослые. Свои силы в гонках с препятствиями проверила и лидер движения общественной поддержки Галина Болотова. Конечно, я не буду скрывать физически, я не готова пройти полосу препятствий, но я парочку снарядов попробовала для того, чтобы хотя бы на себе ощутить всю тяжесть прохождения данной дистанции. Я сегодня действительно рада видеть довольно-таки большое количество желающих попробовать себя в разного рода препятствия. Соревнования по гонкам с препятствиями проходят на самых разных уровнях – региональном, федеральном и даже мировом. Среди их участников немало химчан, а после очередной открытой тренировки наверняка станет еще больше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова